Вот посмотрите, какие прекрасные стихи Халил Джибран. В книге Пророк, которая в Америке была издана не менее 14 или даже больше раз. Там он писал о психологии раннего христианства. Там есть такая глава о любви, там есть глава такая, о верности, о дружбе и так далее. И вот там есть еще и вот такие стихи. Не поодиночке, а вместе мы идем к нашему высшему Божественному Я. Мы одновременно и путник, и его друг. И мы в ответе за тех, кто идет позади нас. Но мы в ответе из-за тех, кто шел впереди нас. Кто споткнулся, был ловок и проворок в ногах, споткнулся, но и не убрал камень с дороги. Вот эта вот взаимозависимость человека от человечества, А я бы больше еще сказал. Человек-песчинка не только человечества, но, как говорят, и космоса. Вот эти все уровни у человека есть. Вот когда он в суете находится, у него одни ритмы мозга работают, а когда он немножко успокаивается, другие ритмы работают мозговые. А потом, когда он вообще так отрешился в таком состоянии глубокой задумчивости, пустоты такой. И там вот это вот, какой-то продолжается внутренний диалог, потому что человек член общества. Он там с кем-то в этом состоянии дискутирует. Кто-то ему задает там какой-то вопрос, и он вдруг там удачно вдруг ответил. Как бы вот в этом состоянии обычному, которому он находится в задействованности, за счет своих эмоций он бы мог бы так и не уловить, как правильно ответить. А там он в этом состоянии, где эмоции отключены, как бы вот отрешенное состояние эмоциональной задумчивости, он там вдруг и нашел какой-то ответ, как ответить. Но художники, писатели, мыслители, они пользуются этим состоянием. Они пользуются режимами мозга, когда человек сосредоточенно решает вопрос и напрягается. И когда он в такой задумчивости, и там продолжается решать этот вопрос. И между сном и водорствованием, когда он вдруг там получает ответы. Я просто хочу вам сказать, что в этот момент, как общение человека с человечеством, внутренний диалог, когда активность мозга затихает, 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 когда наступает вместо шторма штиль, в этом состоянии глубинного покоя, когда уже наступает и безмыслие какое-то, пустота в голове, такая нирпана. Ну да, он в этом состоянии позволил мозгу самому автоматически находить ответы, потому что не вмешивается туда своим вниманием, своими комплексами, страхами и стереотипами, не нарушает какой-нибудь процесс. И там вместе с ним, оказывается, этот вопрос решает, условно говоря, всё человечество, вся природа, вся Вселенная подключена к решению вопроса, потому что это всё есть в его генетике. Что значит связь со Вселенной? Ну, с такой механической пуповины нет, то это есть как раз и то, что человек рождён в этой Вселенной, человек рождён в этом человечестве, и поэтому вообще эти уровни в нём есть. Человек-песчинка не только человечества, но и Вселенная. В нём до капли воды всё это есть, до капли океана. Всё это есть в генетике. Поэтому у человека венец эволюционного развития, в процессе эволюционного отбора, выживали сильнейшие и так далее, и так далее, передавали эти качества. В конечном счёте от рыб, от обезьян появился человек. Это всё в нём было потенциале. И как только появился атом, атом постепенно раскрывается в этом взаимодействии, появляется из неживого живое, из живого животное, из животного, наконец, человек. И тут не надо никакого присутствия, потому что это всё присутствие в нём есть. И поэтому, когда человек любит, когда он созидает, когда он поддерживает локоть товарища, как говорится, он находится в правильном векторе развития. И пророки всегда об этом и говорили. Они говорили об этом. Ну вот религии, они иногда присваивают, монополизируют человеческое нормальное существенное качество творить, любить, поддерживать друг друга. Они приписывают как бы себе, потому что история религии очень большая. Миллионы лет, так сказать, наблюдения за человеческой природой позволила им определить это. Человечеству позволило это определить и выразить, каков человек по своей природе. Что он не может не любить, не может не помочь, не может не сопереживать. То есть в нём как раз-таки вот эти качества заложены от природы, которые помогают выживать человечеству. Потому что не будь этих качеств, не будь этого духовного начала в человеке, как бы человечество выжило. потому что все же с разными характерами, с разными мотивами, устремлениями, целями, ну, миллиарды людей, ну, как бы они выжили, не будь вот этих главных качеств, это базовые качества, именно человеческие, поэтому никто не знает, что значит быть человеком до конца, да? Но то, что надо быть человеком, это знает каждый, и когда человек нарушает какие-то нравственные или духовные нормы, там, ему говорят, ну, надо же быть человеком, то есть понимает, о чем отличается он, человек по своей природе. В нем все так хорошо устроено от природы, если он здоров, если он не употребляет наркотики, если не пьет водки, если он досыпает, если родители были здоровы, не пили лекарства и так далее, если он не подвергался жестокости, агрессивному воспитанию, в нем все хорошо устроено. Ему приятно дышать, ему приятно петь, ему приятно пить, ему приятно есть, все приятно, но как только что-то нарушено, у него наступает боль, он начинает ходить тяжелой походкой, у него все тяжело, а вот эта вот легкость, это когда есть здоровье, когда есть целостность, когда психические процессы согласованы с физическими процессами, когда человек целостен, у него и картина мира целостная, но есть люди такие, у которых дух сильнее тела, он даже может быть парализованный, творит произведения, у которых некоторых доминанты на теле, они любят ходить в спортзал, они любят там качаться, они любят гири поднимать и бегать по утрам и так далее, Но в любом случае, в любом случае, общим базовым явлением у человека является способность любить ближнего, созидать, поддерживать и так далее. И вот поэтому в этих стихах, в поэзии, в картинах художников великих и так далее, вот эта норма человеческая, она все время пытается, пытается быть выражена и продемонстрирована из века в век человеку, каким он должен быть. Иначе катастрофа. Иначе катастрофа, потому что люди не выживут. Поэтому духовное начало в человеке – это прекрасное начало, это, собственно говоря, новое качество эволюции внутри человека, способность все переживать и чувствовать бесценность живого. Ну, религия приписывает себе, потому что исторически так сложилось, что на Востоке все религии создались и они монополизировали эту природную сущность человека и говорят ему – это мы тебя учим любить ближнего, это мы учим тебя сопереживать ближнему, помогать ближнему. На самом деле сегодня век 21-й, люди это понимают уже, потому что эволюция и культуры, и развитие человечества происходит, уже об этом и писатели, и художники, и все, ну, это все уже, как говорится, с молоком матери прививалось. И при социализме люди понимали, что такое быть порядочным, ему говорят – это надо быть порядочным, что ты делаешь? Это был этический принцип. Ну, сейчас опять волна качнулась, в реставрации идет форм, старых форм, которые уже были как бы немножко нивелированы, сейчас активно используются старые формы. Ну, хороший священник, например, он понимает, о чем идет речь, он не будет говорить о том, что мы не будем на эту тему, я буду говорить корректно. Вопрос заключается в том, что это природная сущность человека. Отклонение от этой сущности приводит к катастрофам. И поэтому я бы сказал, что истинно верующий – это тот, кто душой подобен поэту. Он видит в окне не просто дерево или куст, а божественное произведение. Сквозь смех и слезы, сквозь полет, сквозь суету к вечности, сквозь личные проблемы и трагедии, сквозь столпотворение и хаоса в глубине порядка жизни. И тогда, когда ты способен видеть прекрасное, ты тогда не одинок. Вот, мне кажется, истинная вера. Истинная вера человека. Потому что очень плохо, когда, например, говорят, ты должен быть порядочным, должен любить мать свою, почитать отца своего, но при этом добавляют, потому что ты мусульманин. Получается, что христианин, например, мать свою не любит и отца своего не почитает. Вот где начинается конфликт. Она уже на бессознательном уровне, потому что религии не должны монополизировать это право, называть человека хорошим по существу. Человек по природе своей хороший, иначе он не выживет. Вот же в чем дело. Вот эта доктрина о том, что человек выживает как сильнейший, она приписывается автоматически от телесной силы. Нет. Сила человека в его способности супереживать, любить, созидать. Потому что без этого он не выживет никогда. А вот гиру поднять, побить кого-то, это сила телесная. Поэтому не об этой силе идет речь. И вообще-то война на самом деле идет не между сильными в этом смысле, а между слабыми и сильными. Потому что слабые, вместо того, чтобы осознавать и искоренять свои недостатки, работать над собой, они приписывают их в рамк достоинств. Они радуются тому, что у него такой недостаток. Он другому тоже говорит. Да разве это люди вокруг, это быдло там и так далее. Ну что за глупость такая. Ну как же, если ты людей за людей не считаешь? Получается, ты убираешь у себя ответственность. И получается, ты можешь и быть бессовестным. Потому что как только ты начинаешь относиться к людям, как к нелюдям, тебе совесть уже не нужна. Потому что совесть это такая вещь, это компас развития человека, среди человечества. Если к людям относишься, как к людям, ты будешь считать человека. Почитать его, потому что он живое существо, как и ты. Он человек. Относись к человеку, как говорится, там и в религии. Так, как ты сам к себе относишься. Вот же оно как. Все там и есть. Просто сказано разными словами в разные века. И Моисей говорил око за око, зуб за зуб. На языке страха, чтобы не нашлось того, который первый ударит. Но для этого надо было, чтобы все это приняли. Ну, потому что не все это приняли, кто ты ударит. И поэтому возникает Родина. Христос уже в другом веке. Он уже говорил более современным языком. Он уже говорил не на языке страха, а на языке совести. На языке разума. Толстой переводил в Соединённом переводе Четырёх Евангелий о том, что Христос говорил. Я мир принёс вам новый через разумение. Разумение в чём заключается? Любите друг друга. Да. Любовь ближнего. Это вообще-то прекрасно. И поэтому я хочу сделать международную платформу, когда бы и Запад, и Восток могли бы между собой общаться в лице выдающихся философов, психологов, художников. Выдающихся людей планеты, которых знают все. Это будет как олимпийские игры. И всё человечество будет раз в год смотреть эти дискуссии о глобальных проблемах человечества. О глобальных проблемах человечества и выживания человечества. Потому что человечество стремится к целостности. Точно так, как человек стремится к целостности. Метод ключ помогает человеку, сбрасывая лишнее напряжение, восстанавливает свою целостность, восстанавливает себя как Творца. Человечество тоже нуждается в целостности. И поэтому вот этот мост между Западным и Востоком послужит тому, что умерщатся конфликты, умерщатся войны. Потому что людьми управляет не страх, не деньги и не оружие. Людьми управляет миропонимание.